Приветствую, друзья! Я Виталий Портников. Басманный суд российской столицы заочно арестовал известного журналиста Александра Невзорова по уголовному делу о распространении так называемых фейков о российской армии. Таким образом, термин «басманное правосудие», который появился в политических словарях во время расправы над менеджерами компании Юкос, получил новое наполнение. Теперь об османном правосудии можно будет говорить как об одном из главных символов борьбы российского политического режима даже не со свободой слова, а с возможностью называть вещи своими именами. Ведь, как известно, то новое законодательство, которое было в спешном порядке одобрено взбесившимся принтер Владимира Путина Государственной думой после нападения России на Украину, предусматривает тюремное заключение за то, что люди просто называют объявленную Владимиром Путиным специальную военную операцию тем, чем эта специальная военная операция является на самом деле, то есть войной. И тут возникает очень неплохой вопрос, а что произойдет, если Владимир Путин действительно, как о том говорят представители западного разведительного сообщества, 9 мая объявит Украине войну? Будут ли считаться к великой комитете, кто уже говорил об этой войне с самого начала так называемой специальной военной операции, или же их будут преследовать и далее, исходя из того, что они называли войну войной, до того, как с этим согласилась российская власть. Уголовное дело Александра Невзорова было объявлено Следственным комитетом России еще в конце марта. И после этого российские следователи, как и можно было ожидать, демонстрировали, что придерживаются норм российского законодательства и дают Александру Невзорову возможность вернуться в Российскую Федерацию, дать показания по этому придуманному ими делу, ну и затем добровольно согласиться с отъездом в места не столь отдаленные, там где его не видели бы пользователи социальных сетей и YouTube. Журналист с подобным развитием событий не согласился и вот теперь он заочно арестован. Возникает вопрос, является ли Александр Невзоров первым российским журналистом, которого преследуют за выражение свободной точки зрения. Очевидно, что нет. И очевидно, что не является последним. Но сам факт того, что журналистов России могут арестовать просто потому, что он рассказывает правду о специальной военной операции, объявленной Владимиром Путиным, говорит о блестящих перспективах российской журналистики и российского правосудия в ближайшие месяцы, если не год. Ведь заочный арест Александра Невзорова это напоминание всем тем, кто хотел бы высказать свое мнение о происходящем. А по ходу ухудшения политической, экономической и социальной ситуации в России таких будет становиться все больше. И, разумеется, среди журналистов также. И этим людям напоминает, никакого собственного мнения быть не должно. Потому что ответ власти на собственное мнение журналиста это не какая-либо дискуссия. Это даже не увольнение средств массовой информации и лишение аккредитации на пресс-конференцию очередного кремлевского безумца, который решит поделиться своими представлениями о том, как устроен этот мир. Нет. Это уголовное преследование. И то, что мы видим в последние месяцы, то, как людей задерживают в одиночных пикетах за то, что они выходят с листочками, на которых написано «Мир, труд, май» или «Мы против войны», это говорит о полном, я бы сказал, политическом безумии российского политического класса. Ведь по большому счету людей сейчас пытаются задерживать и арестовывать за те лозунги, которые были главными в советской системе ценностей, на которую молится Владимир Путин вместе со своими сподвижниками. Именно в Советском Союзе постоянно пытались всех убедить, что коммунистическая империя является миролюбивой державой, что главным смыслом ее существования является сохранение мира во всем мире, что нельзя допустить никаких войн, что войн хочет империалистический запад. И вот теперь сама путинская Россия ведет войну против соседнего государства. На этой войне гибнут тысячи людей, миллионы стали беженцами. А в России преследуют тех, кто просто обращает внимание своих соотечественников на то, что происходит в стране. На тех, кто просто называет вещи своими именами. Причем интересно, что кремлевским пропагандистам во время отвратительных телевизионных шоу позволяют называть войну войной, но только в положительном смысле. Не осуждая за проведение этой войны Владимира Путина или, например, тех российских военнослужащих, кто убивает, грабит и мародерствует на украинской территории. Тут война как бы является вполне нормальной оценкой тех действий, которые для российского режима уже стали вполне классическими за 70 с лишним дней агрессии России против Украины. А вот если войну войной называет несогласной с путинским режимом, и уж тем более человек, который относится к этому режиму с такой иронией и презрением, как Александр Невзоров, но тут уж можно только рассчитывать на уголовное дело. И поэтому не стоит ожидать какого-либо серьезного изменения общественного мнения. Вот многие говорят, что Путин является зеркалом России. Не случайно 83 процента россиян сейчас поддерживают человеконенавистническую позицию своего предводителя. Но нужно уточнить. Путин зеркало той России, которую сам он и соорудил. Ведь после прихода чекистского посланника к власти в России последовательно уничтожались все институции, которые могли бы предохранить общество от сползания к реакции агрессии. Уничтожалась свободная пресса в том виде, в котором она еще существовала в последний период президентства Бориса Ельцина. Устанавливался государственный контроль над телеканалами. И эфир предоставлялся самым отвратительным, аморальным и безнравственным представителям журналистского цеха. Уничтожалось свободное правосудие. И вот теперь иначе как басманным российское правосудие мы и не называем. Превратился в обслугу режима Конституционный суд Российской Федерации. Вот теперь Папа Римский называет патриарха московского и всея Руси Кирилла алтарником Владимира Путина. И это прозвище будет приклеено к патриарху войны, вероятно, до последнего дня его нахождения в сане руководителя православной церкви, которая на наших глазах превратилась в самую настоящую человеконенавистническую секту, отрицающую само христианство и его ценность. Поэтому нужно помнить, что зеркало, в которое смотрится Владимир Путин, это кривое зеркало, что у его соотечественников нет никаких шансов понять не только правду о фактах, которые скрывает российская власть от граждан Российской Федерации. У него нет никакого шанса понять правду о ценностях, которые искажены десятилетиями беспардонной и лживой путинской пропаганды. И да, в этом кривом зеркале выглядят уродами все, и сам Путин, и его соотечественник. Но у россиян есть все возможности изменить структуру этого зеркала. Для этого нужно просто избавиться от человеконенавистнического режима, который оцелетворяется с фигурой Путина и, конечно же, с тем зданием на Лубянке, которое рано или поздно должно исчезнуть с лица российской столицы. Это и есть магнит смерти, который затягивать себя будет все больше и большее количество и россиян, и их соседей. Спасибо, друзья! Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на мои социальные сети, на канал в патреоне, который помогает нам развивать эти проекты. Пользуйтесь функцией спонсорства на самом ютюбе. Мир вам!